Всем здравствуйте! Сегодня у нас платье Боха и я это платье пыталась повторить, ну даже не пыталась, а просто повторила с небольшими корректировками. Это платье известного бренда, ссылочку на это платье, прямо на магазин вам оставим в описании и вы поймете, что такое уметь шить. Когда мы шьем, когда мы самостоятельно моделируем, мы с вами можем найти платье любого бренда, смоделировать самостоятельно и повторить его. Причем разница будет составлять 11 тысяч чем-то. Это я имею ввиду, если мы взяли ткань эту, а она у нас может быть в районе 600 гривен расход на это платье, либо чуть-чуть больше, а стоимость того платья стоила 11 800, почти 12 тысяч. Зайдете, посмотрите, какие корректировки я внесла и само платье давайте рассмотрим и я потом вам все расскажу, ну в смысле сразу все расскажу. Значит, воротничок, стоечка точно так же в этом платье расположен, мы его повторили. Застежечка, отрезная деталь идет не по линии талии, а ниже линии талии, мы тоже это повторили. Защипы. Защипы там проходят по всему платью, да, я имею ввиду по всей полочке. Я здесь расположила выточку на грудную, потому что девушка, которая там, ну стояла в этом платье и стоит, собственно, у нее нет большой груди, поэтому идей можно и без выточки. А в нашем случае, у кого грудь есть, вот выточка расположена и здесь мы можем защипы делать до самого рельефа, потому что при моделировании я учла так, чтобы середина полочки и рельеф располагался именно параллельно, поэтому защипы могут идти до самого рельефа. Дальше, отрезная деталь, ну юбка, не отрезная деталь, юбка, там более присобранная, там много присборки, я не стала делать столько присборки, мне захотелось немножко, чтобы юбка была аккуратненькая, там девочка, наверное, 42 размера где-то, и также деталь оборочки расположена, я ее расположила, ну можно расположить ее на 25-30 сантиметров от линии низа, и там, значит, что в том платье? Идут вот так вот швы еще, юбка как шестиклинка, и сама оборка идет в два ряда, и она немножечко на разном расстоянии от линии низа, это боковые детали и середина переда. Рукавчик там точно такой же. Кстати говоря, вот сам рукав, здесь идет двойной подгиб, аккуратный, чтобы не было видно, и скрытая кулиска, где расположена резиночка, видите, то есть она скрытая, я имею ввиду цельнокроеная, при моделировании я расскажу, как ее сделать, как учесть, что должно быть. И оборочка тоже у нас идет двойной подгиб, чтобы смотрелось все аккуратно и хорошо. По спинке идет шов, юбка, кстати, я сделала четырехклинку, расход два с половиной метра, если вы хотите повторить точно так же, как там, берите где-то метра три, выточки плечевые и больше ничего. Прекрасно сюда подошел у нас джинс Тенцел, там точно так же джинсовая ткань. Джинс очень приятного оттенка, здесь молочно-шоколадный оттенок с темно-темно-синими горошинами, они настолько темно-синие, что даже когда не присматриваешься, создаются впечатления, что они все-таки черного цвета. И посмотрите, как у нас замечательно сюда вписались пуговицы. Они идут как глазок, очень аккуратненькие, маленькие, красивые, перламутровые. Ткань из интернет-магазина Атлас, ссылочку вам обязательно оставим в описании, вы зайдете и посмотрите, какой огромный выбор там тканей. И этот джинс представлен тоже в большом количестве, поэтому вы можете выбрать и однотонную ткань, и принтованную ткань в горошек, и совершенно с другим принтом. Джинс приятный на ощупь, он немножко стрейчевый, он сильно не мнется, он сминается, но нельзя сказать, что он сминается сильно. Это тоже положительный момент. И легко шьется, мягкий, легкий, приятный. Прекрасно подойдет для осени, прекрасно подойдет для весны, ну, либо в зимний период времени, естественно, мы набрасываем еще верхнюю одежду, и тоже нам хорошо. Платье, которое на мне, также есть у нас на канале, ссылочку вам оставим в описании. Кстати, это два совершенно разных платья, я имею в виду по своему силуэту. Если взять платье, которое на мне, оно подчеркивает фигуру, оно практически облегающее, идет по фигуре, но тем не менее здесь вот по линии талии я сделала небольшую свободу, чтобы ничего не обтягивать. Ну, она такая умеренная. Если взять это платье, сейчас я его примерю на себя, оно именно такое свободное, именно бохо, и я повторила здесь точно такой силуэт, который был на платье известного бренда. Теперь можете рассмотреть платье на мне, оно очень свободное, очень свободное, очень широкое, поэтому подойдет на пару размеров больше, так точно. При этом, вот когда я стою вот так вот, смотрите, оно и не смотрится сильно большим, оно в принципе нормальное. Рукава, обратите внимание на рукава, вот где они заканчиваются, вот такую длину, вы тоже, если будете повторять, делайте себе такую длину, потому что вот эти валанчики, наша сборка, если она бы была вот здесь, ну, смотрелось бы платье по-другому, поскольку мы повторяли, повторяли силуэт платья, повторяли само платье, то я думаю, там дизайнеры уже все учли, все разработали, и саму свободу, чтобы оно смотрело стильно. Вот это платье можно прекрасно надевать, допустим, вместе с бомбером, вместе с какой-то джинсовой курточкой, с кардиганчиком, и для осени оно будет прекрасным. Кто не хочет такой свободы, естественно, вы ее делаете меньше, либо делаете выточки талевые, чтобы придать вот здесь вот чуть-чуть больше посадки, ну, такой силуэт, да, фигуры повторить, поэтому все индивидуально. У меня вот сестра, она немножечко пышнее меня вот здесь вот в бедрах, и она на себя примеряла это платье, у нее тоже оно смотрится так интересно, вы знаете, ну, у меня силуэт вот такой вот, а у нее силуэт пошел как трапеция, то есть на разных фигурах абсолютно по-разному будет смотреться, и в любом случае будет смотреться хорошо. У кого животик? Животик, естественно, скроется, его не будет видно, и все наши недостатки, которых у нас, в принципе, нет, под этим платьем будут спрятаны.